Этим историям с Reddit уже три года, но они до сих пор не потеряли актуальности. Страшные истории всегда в тренде. Мой отец и я рыбачили недалеко от архипелага Флорида Кис. Мы бросили якорь и ловили рыбу уже около часа, как вдруг лодка подпрыгнула, как будто наткнулась на камень. Папа в шутку заметил, ну вот и челюсти. Лучше не подходить бортиком. Десять секунд спустя после того, как он это сказал. Лодка начала двигаться назад, как будто нас буксировал собственный якорь под водой. Лодка набирала скорость, двигалась быстрее и быстрее. Следующее, что я услышал, было чтоб тебя. Отец схватил нож и перерезал якорный трос. После этого мы решили, что звезды рыбалки сегодня не благоволят. Я часто рыбачу по ночам в Южной Каролине и Флориде. Мне нередко приходится вылавливать рыбу, покусанную акулами. Некоторые из отметок зубов очень большие. И вот ты стоишь на корме большой лодки, как будто в сиквеле «Старика и море», и понимаешь, что такая акула размером примерно с половину твоей лодки. А ты за много миль от берега, посреди океана. И вот тогда становится не по себе. Я живу возле плотины на реке Миссисипи в Айове. Временами дайверы должны нырять в тех местах, чтобы проверить, цел ли бетон. И каждый из них делает это только один раз. Второй раз, черта с два. Один парень, которого я знал, дважды был в Ираке, и он сказал, что ничего подобного не видел там. Ты спокойно плывешь себе, и вдруг перед тобой открывается огромная метровая пасть сама, которая просто сидит там и поджидает, когда кто-то проплывет мимо. Вода такая мутная, что ты не можешь разглядеть, где заканчивается его хвост. Помню, когда я был ребенком, мы ловили там карпа. Мой отец тогда поймал двухметрового карпа, он ударил его, но удержать мы его не смогли, и он вернулся в реку. Дедушка тоже рассказывал, как он работал на электростанции у реки. У них тоже были дайверы, которые ныряли, чтобы что-то починить под водой. И они тоже рассказывали об огромных самах, которые легко могли их съесть. Один из моих учителей в старшей школе работал дайвером, он нырял в озерах Арканзаса и рассказывал нам о самах размером с автомобиль. А еще он показывал нам фото затопленных городов и поселений. Круто. Я направлялся в северную Японию, чтобы оказать помощь пострадавшим от цунами. Вышел на палубу, чтобы покурить, уже несколько дней не видел солнца. Оказалось, что снаружи очень туманно и снежно. Корабль сбросил скорость, так что мы буквально ползли в тишине. После пары сигарет, через 10-15 минут, я внезапно услышал, как вещи бьются о палубу. Сначала не мог рассмотреть, что это, но внезапно я увидел крышу дома, потом колыбельку, и тогда я понял, где мы. Позвал друзей, и мы стояли на палубе, молча наблюдая, как мимо нас проплывают чьи-то жизни. Наверное, не очень жутко никакой мистики, но я этого никогда не забуду. Я работала на круизном лайнере примерно полгода, кем-то вроде аниматора для детей, чьи родители отправились на вечеринку. В определенные дни мы закрывали игровую комнату для старших детей и разрешали туда приходить родителям с малышами до двух лет. И вот как-то раз я вижу женщину, которая подходит к дверям с двойной коляской, в которой сидят самые уродливые дети, которых я когда-либо видела. Спрашивает, можно ли ей войти. Я растерялась, но ответила, что, конечно, можно. И что-то мне кажется очень странным. А она вынимает детей из коляски и кладет их на одеялко, где игрушки. И тогда я понимаю, что это не дети, а куклы. Женщина стала их фотографировать и сюсюкать, как если бы они были живые. Я смотрю на свою напарницу и вижу, она в таком же шоке, что и я. Мы понятия не имели, что нам делать или говорить. Новости быстро дошли до членов экипажа, а я слышала, что она купила им золотые браслеты в подарок. Эта женщина была самым странным из всего, что я когда-либо видела в море.